Ей было двенадцать, тринадцать ему. Им бы дружить всегда. Но люди понять не могли, почему такая у них вражда. Он звал ее Бомбою, и весной обстреливал снегом Талым. Она в ответ его сатаной, скелетом и зубоскалом. Когда он стекло мечом разбивал, она его уличала. А он ей на косы жуков сажал, совал ей лягушек и хохотал, когда она верещала. Ей было пятнадцать, шестнадцать ему, но он не менялся никак, и все уже знали давно, почему он ей не сосед, а враг. Он Бомбою ее по-прежнему звал, вгонял насмешками в дрожь, и только снегом уже не швырял, и диких не корчил рожь. Выйдет порой из подъезда она, привычно глянет на крышу, где свист, где туманов кружит волна, и даже сморщится. У сатана, как я тебя ненавижу. А если праздник приходит в дом, она нет-нет и шепнет за столом. Ах, как это славно, право, что он к нам в гости не приглашен. И мама, ставя на стол пироги, скажет дочке своей, конечно, ведь мы приглашаем друзей. Зачем нам твои враги? Ей девятнадцать, двадцать ему, они студенты уже, но тот же холод на их этаже, нет другом мир ни к чему. Теперь он Бомбою ее не звал, не корчил, как в детстве рожи, а тетей химии величал, и тетей колбую тоже. Она же гневом своим полна, привычкам не изменяла, и так же и сердилась. У сатана! И так же его презирала. Был вечер, и пахло в садах весной. Дрожала звезда, мигая. Шел паренек с девчонкой одной, домой ее провожая. Он не был с ней даже знаком почти, просто шумел карнавал, просто было им по пути. Девчонка боялась домой идти, и он ее провожал. Потом, когда в полночь зашла луна, свистя возвращался назад, и вдруг возле дома. Стой, сатана! Стой, тебе говорят! Все ясно, все ясно, так вот ты какой! Значит, встречаешься с ней? С какой-то фитюлькой, пустой, дрянной? Не смей! Ты слышишь? Не смей! Даже не спрашивай, почему! Сердито шагнула ближе, и вдруг заплакав, прижалась к нему. Мой! Не отдам! Не отдам никому! Как я тебя ненавижу! Эдуард Асадов. Сатана. 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 Продолжение следует...